Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время волшебства и подарков. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения и начинает путешествие по стране, о чем просят жители страны зимнего волшебника. В региональном правительстве продолжаются кадровые перестановки. О них объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве области. Время министра промышленности и торговли Самарской области стал Денис Гурков. Кандидат экономических наук имеет большой опыт работы на руководящих позициях в реальном секторе экономики, на госслужбе в правительствах Башкортостана и Карелии. Время министра здравоохранения Армен Бинян покидает свой пост, как и руководитель станции скорой помощи. С должности руководителя Департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти уходит Андрей Когтев. Обязанности вице-губернатора, руководителя администрации губернатора будет исполнять Дмитрий Яковлев. Вячеслав Романов в статусе вице-губернатора будет заниматься промышленной политикой и руководить департаментом по взаимодействию с федеральными органами госвласти. Также в структуре администрации губернатора создается комитет по обеспечению антикоррупционной деятельности. С 1 января 2025 года в правительстве внедряют систему полиграф. Ее будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о коррупционной деятельности. В качестве профилактики раз в полгода все члены правительства будут проходить проверку на полиграфе. Проблемы обеспечения жильем разных категорий граждан и организаций в Самаре дачных перевозок обсудили на еженедельном совещании в мэрии, который провел временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Руководители профильных департаментов отчитались о проводимой работе. Иван Носков, в свою очередь, сделал ряд поручений. Подробнее о них расскажет Светлана Кудрявцева. Более 710 тысяч самарцев воспользовались автобусами дачных маршрутов в этом году. Перевозки были организованы с 20 апреля по 31 октября. Работало 30 маршрутов. Они проходили через 4 муниципальных района – Волжский, Красноярский, Кенельский и Красноармейский. Общая протяженность составила более тысячи километров. Это очень социально важные перевозки. Процентов 80 пассажиров, которых мы перевозим, это наши пенсионеры. Поэтому такое внимание к ним и уделяется. Если говорить о 2025 году, то мы предполагаем, что у нас появились две новых карты. Это карта «За победу» и «Дети многодетных семей». То есть по ним также будет осуществляться перевозка по льготным условиям. Стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась с 2022 года. Цена поездки по льготной карте составляет от 24 до 40 рублей. Цена зависит от протяженности поездки. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков отметил, что важна обратная связь, которая поступает в том числе через соцсети. Руководитель города поручил проанализировать обращения пассажиров. Просьба будет проанализировать и за 2024 год в соцсетях, какие отзывы были именно по садоводческим маршрутам. Также на совещании в городской администрации обсудили обеспечение отдельных категорий граждан социальными выплатами на приобретение жилья. Департаменту выделено денежные средства в размере 291 млн 301 тыс. рублей. На 1 ноября 2024 года обеспечено социальными выплатами 235 получателей. Освоение федеральных средств составляет 86%, областной бюджет 99% и городской бюджет 97%. В этом году 335 молодых семей из Самары улучшат жилищные условия. 235 человек уже получили выплаты на приобретение нового жилья. Еще 99 получат сертификаты до конца года. Также в Самаре действует муниципальная программа, которая позволяет семьям с пятью и более детьми получить жилищный сертификат. В 2024 году участниками этой программы стали 4 семьи. У меня вопрос по поводу обеспечения земельными участками бойца МСВО. На сегодняшний момент 85 семей поставлены на учет. Сами участки будут как только будут сформированы ДГС, после этого мы уже будем их решить. Напомним также, что с 1 января 2025 года участники СВО и их семьи могут выбрать меру поддержки – получить земельный участок, либо выплату в качестве альтернативы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Жители Самары призывают соблюдать правила безопасности на дорогах. С наступлением темного времени суток повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам необходимо отдавать предпочтение светлой одежде, использовать световозвращающие элементы – нашивки, наклейки, браслеты, жилеты. Переходить дорогу нужно только в установленных местах. Но даже перед пешеходным переходом нужно убедиться, что транспорт остановился и пропускает вас. Двигаться нужно по тротуарам. Если их нет, то идите навстречу движению транспорта, чтобы видеть приближающиеся автомобили. Водителям ночью рекомендуют соблюдать более умеренный скоростной режим – 75-80 км в час на трассах, 60 км на проселочных дорогах. Включайте фары. При движении в ночное время суток на трассах предпочтителен дальний свет. Обращайте внимание на знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на дороге. Уделяйте особое внимание пешеходным переходам и местам, где могут находиться люди. Не используйте мобильные телефоны и другие устройства за рулем. Проверьте, есть ли в машине знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. С 1 января в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. Поправки к кодексу об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве. Если их примут, то штраф за непристегнутые ремни безопасности увеличат с 1000 до 1500 рублей. Денежные взыскания за управление машиной в нетрезвом виде составят 45 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч. За превышение скорости штрафы станут выше – от 750 до 7,5 тысяч рублей. Изменится взыскание за нарушение буксировки и перевозки грузов при причинении легкого и среднего вреда здоровью. Вместе с измененными штрафами власти готовят еще одно нововведение. Теперь можно будет платить 75% от суммы штрафа, но в течение 30 дней вместо 50% за 20 дней. 26 ноября в столице региона пройдет первый муниципальный форум экспортеров Самары. Запланировано шесть деловых сессий. Спектр тем от действующих мер поддержки для бизнеса до заключения международных контрактов также наградят лучшие экспортоориентированные компании. Участие в форуме может принять любой представитель бизнеса. К участию в нашем мероприятии будут привлечены лучшие спикеры. Я уверен, что это будет интереснейшее событие. Те, кто придут на данное мероприятие, однозначно не пожалеют и проведут этот день с пользой для себя и для их бизнеса. Подробную информацию о регистрации на форум можно узнать на сайте бизнес-платформы.рф или по телефонам, указанным на экране. В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам цифровой маркировки товаров. Как проверить товар на подлинности, куда обращаться в случае отсутствия штрих-кода, узнала Августина Охременко. Управление Роспотребнадзора Самарской области. Слушаем вас. Вы обнаружили товар без маркировки. Можете ли вы сообщить, по какому адресу вы обнаружили данный товар? Жители Самары могут обратиться с любым вопросом на горячую линию Роспотребнадзора. Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню качества, продлится до 22 ноября. Специалисты информируют граждан о контроле за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции. В основном граждан интересует, какая продукция подлежит обязательной маркировке, как государство контролирует оборот товаров с маркировкой и куда обращаться, если гражданин обнаружил на полке товар без маркировки. Консультирование граждан по тематическим вопросам осуществляется через телефон Единого консульционного центра Роспотребнадзора, а также по телефону горячих линий управления Роспотребнадзора по Самарской области. Проверить легальность, отследить весь путь и приобрести качественный товар можно с помощью приложения «Честный знак». Для этого требуется скачать приложение из официальных источников и отсканировать специальный код товара. Чтобы определить, что товар подлинный или сомнительный, необходимо в приложении на код маркировки нанести сканер. Если с товаром что-то не так, в карточке будет отражен классный статус сканирования. Также приложение может показать нейтральный серый статус. При этом приложение вас попросит уточнить, действительно ли вы приобрели этот товар или действительно он находится в реализации. В случае, если загорелся зеленый статус, но при сверке наблюдается несовпадение товара, рекомендуется сообщить о нарушениях в приложении «Честный знак» или позвонить по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Единая система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создана с целью сокращения в России нелегального оборота продукции. Августина Охременко, Игорь Казановский и события. В Самаре стартовал марафон полезных дел. В рамках проекта ребята пишут письма и создают подарки своими руками для участников специальной военной операции. Подробности расскажем в нашем сюжете. Мастерят куклу-оберег и плетут маскировочные сети. Все это делают школьники Кировского района в рамках марафона полезных дел «Создаю историю». Перед тем, как приступить к выполнению задания, педагоги Центра детского творчества «Металлург» раздали ребятам маршрутные листы, в которых указано, что именно нужно сделать. За каждое выполненное задание участники получают стикеры. Мы делали блокноты, открытки, писали письма солдатам. Мне нравится помогать людям, делать добро, поддерживать участников СВО, давать им сил и поддержку, знать, что их ждут дома. Я стояла на станции, где мы нарезали ленты для плетения сетей, для СВО. Каждая помощь, она многого стоит. Вот мы приложили сегодня руку к доброму делу. В завершении марафона полезных дел «Создаю историю» самых активных участников ждут призы. Все эти дела, конечно, ребят вдохновили, потому что они почувствовали себя нужными, значимыми. Они поняли, что они делают что-то полезное. Я думаю, это очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения. Самарский областной проект «Внутри истории» продлится до 19 ноября. Принять участие в нем могут все желающие. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Самые эрудированные и начитанные. В Самаре прошел полуфинал соревнований осеннего сезона проекта IQ Самара «Направление. Что, где, когда». В нем приняли участие студенты вузов города. За накалом интеллектуальных страстей следила Полина Чулякова. Выделить нужное, быстро принять решение и услышать других. Навыки, без которых невозможно представить участника интеллектуальной игры. В столице региона прошли областные полуфинальные соревнования осеннего сезона проекта IQ Самара по направлению «Что, где, когда». За звание самых эрудированных поборолись 22 команды из ведущих вузов области. Мы рады, что Министерство молодежной политики в прошлом году поддержало наш проект и решило, что его нельзя ни в коем случае останавливать, а нужно развивать. Надеемся, что в следующем году мы сможем также не только продолжить проект, но и расширить его направление. Лейла Сулейманова и Дарья Джуз участие в игре принимают не первый раз. Девушки – студентки медицинского университета «Реавис». Рассказывают, что в вузе активно привлекают к играм первокурсников, передают им свой опыт. На областных соревнованиях команда «Реавис» – лидер по очкам. Мы все разносторонние, кто-то увлекается одним, кто-то другим. И когда мы составляем большую такую команду из людей, которые интересуются очень многим, как раз-таки получается целая команда, которая готова ответить абсолютно на все вопросы. Это залог нашего успеха, наша команда ежемесячно тренируется и готовится к что, где, когда. Проект IQ Самара, в рамках которого прошла игра – это региональный этап интеллектуальной олимпиады IQ ПФО. В ней участвуют команды из 14 регионов Приволжского федерального округа, Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. И даже из близлежащих государств. Они расширяют свой собственный кругозор. Они учат общаться с другими людьми, потому что во время минуты обсуждения, когда все шесть человек что-то говорят, очень важно уметь слушать собеседника. Ребята, которые успешно играют в интеллектуальные игры, они потом себя успешно реализуют и в профессиональной сфере. Финал игры «Что, где, когда» состоится 27 ноября. Его посетит обладатель бриллиантовой совы, магистр игры Александр Друзь. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. Более ста квадратных метров уюта и тепла. В этнопарке «Дружба народов» появился купол-шатер, где можно проводить различные мероприятия. От мастер-классов до творческих встреч и праздников. Реализовать проект удалось благодаря победе в конкурсе Министерства туризма Самарской области на предоставленные гранты. В числе первых гостей в шатре побывали наши корреспонденты. Презентация купол-шатра в этнопарке «Дружба народов» проходит в торжественной обстановке. В новом комфортном помещении, рассчитанном на 100 гостей, будут проводить мастер-классы, встречи и праздники. Интерактивная площадка оснащена декоративным освещением, аудиосистемой, новой мебелью. А через панорамное окно открывается вид на подворье этнопарка «Дружба народов» с 20 национальными подворьями. Эта площадка, площадка этнопарка «Дружба народов» является ярким инфраструктурным объектом, позиционирующим, насколько многонациональна и дружна наша Самарская земля. Большое количество конфессий, проживающих здесь на территории нашего региона, в дружбе, согласии, в этнической общности, демонстрируют парк «Дружба народов». Новый объект построили за счет гранта профильного министерства, который направлен на развитие туристической инфраструктуры. На конкурс заявилось полсотни участников. В числе лучших оказался проект «Тепло героем». Благодаря ему этнопарк проведет 10 бесплатных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Проект «Тепло героем» очень важен для наших ребят, ребят, которые уже проявили героизм, мужество и отвагу при выполнении боевой задачи в условиях специальной военной операции. Сейчас они вернулись домой, которым тоже важно участие в таких общественных мероприятиях, которые проводятся на территории Самарской области. Этот проект является элементом патриотического воспитания. Это укрепление дружбы и единства наших народов. Во время торжественного открытия «Купола шатра» руководство этнопарка «Дружба народов» и фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве и рассказали о ближайших проектах для ветеранов СВО, которые пройдут до конца года в этнопарке. Начиная от разнообразных мастер-классов до спортивных и развлекательных мероприятий. В том числе здесь организуют новогодние утренники. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Самаре прошел Чувашский фестиваль «Керсари». Это праздник окончания осеннеполевых работ и сбора урожая. В XIX веке его отмечали целую неделю. Сейчас праздник проходит скромнее, но все равно собирает гостей из разных уголков Самарской губернии и других регионов. Как празднует «Керсари», расскажет наш корреспондент. Алифтина Мураткина из Тольятти приехала на областной фольклорный фестиваль «Керсари» в семейном женском костюме. Он передается по наследству, ему уже больше века. Сшит из натурального льна. Каждый элемент или узор имеет свое значение. Например, по ожерелью из монет можно узнать, насколько богата семья. У Алифтины Мураткины оно составлено из денег, которые были отчеканены еще в XVII веке. Ходячий музей, да и только. А еще костюм расскажет не только про статус человека, но и в каком регионе России он живет. Об этом говорит покрой, узоры и цветовая гамма. Поэтому выбрать жениха или невесту для Чувашей не проблема. Чуваши имеют очень много детей в семье. В современном варианте, наверное, трое детей уже. А так в наше поколение 5, 6, 7, 8, 9. Много детей имели. Конечно, детей имели тогда, когда в семье достаток. Женщины, они и дома, и на работе помогают людям. Они очень привязаны и очень ценят семейную жизнь. И какой же праздник без застолья на фестивале Керсари, именно так называется национальный чувашский напиток, прошел конкурс на лучшее блюдо. Было представлено больше десятка разных угощений, от пирогов до разносолов. Евгений Евсеев из села Большое Ермакова Кошкинского района приготовила уникальное национальное угощение – шартан. В овечьи желудок закладывают мелко нарубленный ливер с салом, приправляют чесноком и специями. Затем 4 часа мясной деликатес запекают в русской печи на кленовых дровах. Чуваши вообще в 2-3 раза запекали. То есть первый раз запекут, потом вытаскивают, остужают еще раз. Для того, чтобы он стал посуше, поплотнее, сок весь, как говорится, он сам себя берет и потом хранится долго. Это же для хранения, в старину-то не было холодильников. Как моя бабушка говорила, это было крестьянское блюдо, потому что графья, они как бы, вот эти внутренности, они больно не ели. Прошла на фестивале и ярмарка народных промыслов. На память можно было выбрать сувенир, книгу и даже заказать у мастеров традиционную чувашскую одежду. Кирсари проходит осенью после сбора урожая, когда можно встретиться всем народом, порадоваться успехом в работе и весело отдохнуть. В старину праздник отмечали целую неделю. Сейчас всего один день. Сегодня тоже народу очень много. Все чуваши, местные чуваши по всему региону, по всей области собрались. Но там они скучают, скучают друг другу. Они общаются, радуются, радуются, когда вместе. И я бы сказал даже, они с нестерпением ждут следующего года, когда опять-таки вновь люди соберутся и будут праздновать этот великий такой праздник. Праздник Дневнеделия. Помогают провести фестиваль Самарскому областному чувашскому культурному обществу «Пихель», региональный Минкульт и администрация Самары. Именно подобного рода мероприятия являются теми площадками, на которые приходят представители разных народов, лучше узнают культуру друг друга, проникают в нее, обогащают себя духовно. Именно это дает нам возможность понять, что рядом с нами живут друзья, братья, такие же люди, как мы с вами, россияне, жители большого многонационального города Самара. Победители и лауреаты фестиваля получили грамоты за сохранение культурных традиций. Украшением праздника стал концерт Чувашского народного творчества. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. 18 ноября свой день рождения отмечает российский Дед Мороз. В этот день открывается волшебный почтовый ящик для писем и поздравлений. А на следующий день именинник начинает свое путешествие по стране и поздравляет всех с наступающим Новым годом. Резиденция Деда Мороза находится в Великомустюге Вологодской области. Туда можно отправлять письма с пожеланиями. Если отправить письмо Деду Морозу до 1 декабря, можно получить ответ до Нового года. В пресс-службе «Зимнего волшебника» рассказали, что среди популярных пожеланий у детей – питомцы, конструкторы, игрушечные поезда, автобусы, машинки на радиоуправлении, косметика и украшения. Взрослые мечтают о встрече со второй половинкой, улучшении материального благосостояния и новых путешествиях. Люди старше 55 лет часто пишут о желании поправить здоровье. Самые трогательные письма поступают от детей, когда они рассказывают в письме о своей семье и просят подарки только для близких, отмечают помощники Деда Мороза. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья, напоминает телеграм-канал Красноглинского района. Мера поддержки, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц. Но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям нужно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Консультация по телефону 340 08 47. Телеграм-канал Самарского района рассказывает, что подать документы на получение услуги согласования проведения переустройства и перепланировки помещений в МКД можно через госуслуги. Для этого необходимо заполнить на портале электронное заявление, указав все необходимые данные, и выбрать подразделение, оказывающее услугу. Проверить правильность заполнения заявления и отправить. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Уведомление о готовности документов также придет в личный кабинет. Срок предоставления услуги составляет 45 календарных дней. Департамент транспорта Самары знакомит жителей с историей улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, ученых, а также людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Проезд Георгия Метерева в Октябрьском районе города имеет относительную протяженность 800 метров. Улица названа в честь советского врача Георгия Метерева. Родился он в 1900 году в селе Бариновка Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу, земское училище, педагогическую семинарию и медицинский факультет Самарского университета. В предвоенные годы был главным врачом больницы имени Пирогова и клинической больницы. С 1939 по 1947 год являлся народным комиссаром, а затем министром здравоохранения СССР. Метерев руководил проведением мероприятий по предотвращению эпидемии в стране, ликвидации санитарных последствий войны. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!